Привет, это канал ListenIt, и сегодня мы слушаем статью, что такое озера данных и почему в них дешевле хранить большие данные. От автора Елены Шпрингер, которая написала эту статью на сайте mcsmail.ru. Спасибо автору за статью, ссылка на статью, конечно, будет в описании к видео. Кстати, если сейчас смотрите это видео на YouTube, то обязательно смотрите в описании, там будет ссылка на наш канал в Дзене. Подписывайтесь на него, чтобы не потерять, когда YouTube придет конец. И, кстати, на нашем канале в Дзене сейчас видео появляются чуть раньше на несколько дней, чем на YouTube, так что, если хотите пораньше, то лучше подписывайтесь на Дзен. Сейчас все вокруг твердят про пользу Big Data, то есть большие данные, про которые мы, кстати, в другой статье говорили, ссылочка в описании будет. В итоге бизнес пытается работать с масштабными базами данных, но сталкивается с проблемой, все данные разнородные и не структурированные. Перед загрузкой в базы их нужно долго обрабатывать. В итоге работа с Big Data оказывается слишком сложной и дорогой, а часть данных теряется, хотя могла бы принести пользу в будущем. Помочь с этим могут Data Lakes, озера данных, которые помогают быстро и недорого работать с большими объемами не структурированных данных. Сегодня расскажем о их особенностях, ключевых отличиях озер от обычных баз данных и о сферах, в которых они будут наиболее полезны. Что же такое Data Lake? На русский язык Data Lake переводится как озеро данных. Оно представляет собой огромное хранилище, в котором разные данные хранятся в сыром, то есть непорядоченном и необработанном виде. Данные в Data Lake – это как рыба в озере, которая попала туда из реки. Вы точно не знаете, какая именно там рыба и где она находится. А чтобы приготовить рыбу, то есть обработать данные, ее нужно еще поймать. В своей жизни мы чаще всего сталкиваемся именно с неструктурированными данными. Видеоролики, книги, журналы, документы Word и PDF, аудиозаписи и фотографии – все это неструктурированные данные. И все они могут храниться в Data Lake. Как же работает озеро данных? Data Lake – это огромное хранилище, которое принимает любые файлы всех форматов. Источник данных тоже не имеет никакого значения, и озеро данных может принимать данные из CRM или ERP-систем, продуктовых каталогов, банковских программ, датчиков или умных устройств, то есть любых систем, которые использует бизнес. Уже потом, когда данные сохранены, с ними можно работать, извлекать по определенному шаблону в классические базы данных или анализировать и обрабатывать прямо внутри Data Lake. Для этого можно использовать Hadoop – программное обеспечение, позволяющее обрабатывать большие объемы данных различных типов и структур. С его помощью собранные данные можно распределить и структурировать, настроить аналитику для построения моделей и проверки предположений, и использовать машинное обучение. Еще одним примером инструмента обработки данных в Озерах является BI-система, помогающая бизнесу решать задачи углубленной аналитики, то есть Data Mining, прогнозного моделирования и также визуализировать полученные результаты. Область использования многогранна – от финансового менеджмента до управления рисками маркетинга. Вот что говорит Константин Савчук, управляющий партнер компании Constanta. Чтобы работать с Озером Данных, в компании должны быть технические специалисты – Data Scientist, Data Developer, бизнес-аналитик. Такие специалисты имеют доступ к данным в Data Lake и могут их обрабатывать с помощью различных аналитических систем и подходов. В Data Lake данные можно обрабатывать без извлечения. Достаточно оборудовать системы для анализа прямо внутри озера. Но чем же озера данных отличаются от обычных баз данных? Ключевое отличие озер данных от обычных баз данных – это структура. В базах данных хранятся только четко структурированные данные, а в озерах – не структурированные, никак не систематизированные и не упорядоченные. Приведем пример. Представим, что есть вольное художественное описание вашей целевой аудитории. Девушки возрастом от 20 до 30 лет, незамужние, обычно без детей, работающие на низких руководящих должностях. И мужчины от 18 до 25 лет, женатые, без детей, без четкого места работы. Такое описание – это не структурированные данные, которые можно загрузить в озеро данных. Чтобы эти данные от целевой аудитории стали структурированными, их нужно обработать и преобразовать в таблицу. В классической BD вы должны определить тип данных, проанализировать их, структурировать и только потом записать в четко определенное место базы. Мы можем создать алгоритм, который работает с конкретными ячейками, потому что четко знаем, что хранится в этих ячейках. В случае с озером данных информацию структурируют на выходе, когда вам понадобится извлечь данные или проанализировать их. При этом процесс анализа не влияет на сами данные в озере. Они так и остаются не структурированными, чтобы их было также удобно хранить и использовать для других целей. Если упростить, можно представить, что озеро данных – это ваш жесткий диск, на котором хранятся все ваши файлы. А база данных – это таблица, в которой учтены все эти файлы. Но есть и другие различия между БД и озерами данных. Например, полезность данных. В базах данных данные полезны и актуальны для компаний прямо сейчас. Данные, которые пока кажутся бесполезными, отсеиваются и теряются навсегда. В озерах хранятся в том числе и бесполезные данные, которые могут пригодиться в будущем или не пригодиться никогда. Также типы данных. В базах хранятся таблицы с конкретными цифрами и текстом, распределенными по четкой структуре. А в озерах лежат любые данные, картинки, видео, звук, файлы, документы, разнородные таблицы и прочее. Еще гибкость. У базы данных гибкость низкая. Еще на старте нужно определить актуальные для нее типы данных и структуру. Если появятся данные новых форматов, базу придется перестраивать. У озер гибкость максимальная, потому что ничего не нужно определять заранее. Если вы вдруг решите записать новые данные, например, видео с камер для распознавания лиц озера не придется перестраивать. Стоимость. База данных стоит дороже, особенно если требуется хранить много данных. Нужно организовать сложную инфраструктуру и фильтрацию. Все это требует денег. Озеро данных стоит намного дешевле, вы платите исключительно за занятые гигабайты. Понятность и доступность данных. Данные в базе легко могут прочитать и понять любые сотрудники компании. С ними могут работать бизнес-аналитики. Чтобы структурировать данные в озере, требуются технические специалисты, например, дата-сайентисты. Ну и сценарии использования. База данных идеальна для хранения важной информации, которая всегда должна быть под рукой, либо для основной аналитики. В озерах данных хорошо хранить архивы неочищенной информации, которая может пригодиться в будущем. Еще там хорошо создавать большую базу для масштабной аналитики. Кому и зачем нужны эти озера данных? Озера данных можно использовать в любом бизнесе, который собирает эти данные. Маркетинг, ритейл, айти, производство, логистика. Во всех этих сферах можно собирать бигдату и загружать их в дата-лейк для дальнейшей работы или анализа. Часто озера используют для хранения важной информации, которая пока не используется в аналитике. Или даже для данных, которые кажутся бесполезными, но вероятно пригодятся компании в будущем. Озера данных позволяют накапливать данные про запас, а не под конкретный запрос бизнеса. За счет того, что данные всегда под рукой, компания может быстро проверить любую гипотезу или использовать данные для своих целей. Например, для оптимизации логистики и эффективного управления цепочками поставок. От более детального планирования и прогнозирования объема продаж до поставок в нужном количестве, нужного качества в нужное время с минимальными затратами. Например, вы используете на производстве сложное оборудование, которое часто ломается. Вы внедряете интернет вещей, ну то есть установили датчики для контроля за состоянием оборудования. Данные с этих датчиков можно собирать в озере данных без фильтрации. Когда данных накопится достаточно, вы сможете их проанализировать и понять, из-за чего случаются поломки и как их предотвратить. Или можно использовать озера в маркетинге. Например, в ритейле и электронной коммерции можно хранить в озерах разрозненную информацию о клиентах. Время, проведенное на сайте, активность в группе в соцсетях, тон голоса при звонках менеджеру и регулярность покупок, например. Потом эту информацию уже можно использовать для глобальной и масштабной аналитики и прогнозирования поведения клиентов. Таким образом, озера данных нужны для гибкого анализа данных и построения гипотез. Они позволяют собрать как можно больше данных, чтобы потом с помощью инструментов машинного обучения и аналитики сопоставлять разные факты, делать невероятные прогнозы, анализировать информацию с разных сторон и извлекать из данных все больше пользы. Про машинное обучение, кстати, у нас тоже есть классная статья, там где на пальцах про это объясняем, так что ссылка в описании. Исследование Angling for Insight in Today's Data Lake показывает, что компании, внедрившие Data Lake на 9%, опережают своих конкурентов по выручке. Так что можно сказать, что озера данных нужны компаниям, которые хотят зарабатывать больше и используют для этого анализ собственных данных. Вот еще одна цитата управляющего партнера компании Константа Константина Савчука. Компания-лидеры использует передовые подходы к аналитике данных, хранящихся в Data Lake, например, машинное обучение. Для этого подходят информации из различных источников, логи, журналы регистрации событий, данные из социальных сетей, данные из разнообразных девайсов, смартфонов, умных часов, планшетов и других. С помощью такого подхода к анализу данных компания может получить полезный инсайт различной природы, вывести закономерности, предположить появление тех или иных сценариев в будущем. У озер данных есть одна серьезная проблема. Любые данные, попадающие туда, попадают практически бесконтрольно. Это значит, что определить их качество невозможно. Если у компании нет четкой модели данных, то есть понимания типов структур данных и методов их обработки, плохо организованное управление озером, в нем быстро накапливаются огромные объемы неконтролируемых данных и чаще всего бесполезных. Уже непонятно, откуда и когда они пришли, насколько релевантны и можно ли их использовать для аналитики. В итоге наше озеро превращается в болото данных, бесполезное, пожирающее ресурсы компаний и не приносящее пользы. Все, что с этим можно сделать, полностью стереть и начать собирать данные заново. Чтобы озеро не стало болотом, нужно наладить в компании процесс управления данными, то есть Data Governance. Главная составляющая этого процесса – определение достоверности и качества данных еще до загрузки в озеро. Есть несколько способов это сделать. Отсекать источники с заведомо недостоверными данными, ограничивать ресурсы на загрузку для сотрудников, у которых нет на это прав, и проверять некоторые параметры файлов, например, не пропускать в озеро картинки, которые весят десятки гигабайт. Настроить такую фильтрацию проще, чем каждый раз структурировать данные для загрузки в базу данных. Если процесс налажен, в озеро попадут только актуальные данные, а значит и сама база будет достоверной. Управление данными – это не факультативная, а приоритетная задача. В компании должен быть отдельный сотрудник, ответственный за Data Governance. Обычно это Chief Data Officer, CDO. Вот что говорит Алексей Кулешов, директор Департамента организационного развития и технологий IT-компании ОТР. Накапливать данные в расчете, потом разберемся, зачем нужно и поймем, как использовать – это неправильно. Потом вычленить что-то полезное из этого огромного массива абсолютно разных данных будет сложно и затратно. Поэтому при проектировании любого озера данных в первую очередь надо еще на берегу определиться, для каких целей его строить. Давайте просуммируем. Главное об озерах данных. Data Lake – это озеро данных, хранилище в котором собрана неструктурированная информация любых форматов из различных источников. Озера данных дешевле обычных баз данных и они более гибкие и легче масштабируются. Озера данных можно использовать для любых целей – анализов, прогнозов, оптимизации и бизнес-процессов. Данные можно извлекать из озера по определенным признакам или анализировать прямо внутри озера, используя систему аналитики. Если собирать слишком много данных просто так и никак с ними не работать, озеро может стать бесполезным болотом. Поэтому важно заранее определить, для чего вы именно собираете данные и не накапливать их просто так. Ну а на этом все. Спасибо, что прослушали эту статью. Надеюсь, вам как и мне было интересно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы на YouTube и Яндекс.Зене. Будет очень приятно и мы будем для вас пилить больше и больше классных видео со статьями. Ну все, пока.